МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть хочу я! Есть! Сейчас ничего не сделаем. Да, он доедет так. Проехали первую половину гонки, осталась вторая. Сегодня похожий пейзаж, очень пыльно, очень не подобраться. Скоростные дороги и опять напоминает в какой-то степени трамвай. Но ничего, будем бороться. Все находятся в одинаковых условиях, поэтому кто лучше с этой ситуацией справится, тот и будет сегодня победителем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Андрей Каргинов заставил нас поволноваться. Уже на Леозоне произошла поломка. Что случилось, Андрей? Финишировали, все было хорошо. Выехали на Леозон, на асфальт. И при одном из переключений почувствовали какой-то непонятный рывок. Коробка ушла в нейтральную передачу. Потом стало еле-еле, автомобиль стал еле-еле разгоняться. Кое-как его разогнали, поняли, что что-то происходит с коробкой передач. Но длинный был Леозон, стали переживать. Порядка 110 километров. Ну, доехали потихоньку. И здесь уже буквально в створе сделали отметку в карте. Еле-еле тронулись. Буквально, ну, не знаю, 10 километров в час машина разогналась и вот дотянула. Как говорится, КАМАЗ всегда дотягивает. Дотянул до своих и остановился. Видимо, пробили камнем коробку передачи, как уже посмотрели специалисты. Стало вытекать масло. И, соответственно, конечно, передачи перестали включаться. Машина задачу выполнила, справилась, дотянула до ремонта. Я думаю, что отремонтируем и к утру будет как новенькая. Антон, мы от души поздравляем тебя. Насколько я правильно посчитал, пятая победа на этапах Дакара. Ну, вроде бы да. Сам не считал. Ну, спасибо большое. Ну, да, сегодня получилось приехать первыми. Несмотря на этот протяженный день, самый длинный спецучасток за эту гонку. И, я скажу, один из самых сложных. Потому что было очень много камней, опять же, русел, навигации. И добавили еще под концовку организаторы ДЮН. ДЮН, это, мы сейчас вспоминаем, это как раз начало прошлогоднего Дакара. Они, наверное, даже по уровню посложнее, чем были в начале этой гонки. Было все, даже солнечки сегодня были мокрые. И местами, конечно же, напоминает нашу родину, Кабардино-Балкарию. Вот местами едем, сравниваем вот эти горные участки. Немного душа радуется, когда вот эта зелень появляется. И вспоминаешь, прям как будто в Кабардино-Балкарию едешь. Хорошо, что мы съездили в том году туда и получили опыт. Я считаю, он нам помог в этом году. Дай бог вернемся еще раз туда. Ну, в целом, хороший рабочий день. Скажи, пожалуйста, какой был сегодня день для тебя. Защитил позицию третью, еще больше отрыв. Ну да, сегодня был такой, я думаю, один из самых сложных спецучастков. Так как изнуряющий, очень много камней, очень много русел жестких. Навигация тоже была непростая. Плюс в конце дюны. Дюны вроде не очень высокие, не такие прямо сложные. Но усложнялось тем, что очень много камней в этих дюнах. Поэтому было непросто пилотировать. Нужно было постоянно куда-то уходить левее, правее от этих камней. Поэтому было, так сказать, непросто. Но главная задача стала для себя ровно и стабильно проехать. Понимали, что везем втроем результат. И сейчас важно этот результат довести до финиша. Главное не терять и не стоять. В принципе, все с этой задачей справились. Темп был достаточно хороший. Да, получилось чуть-чуть оторваться от лапрайса. Чуть-то более комфортно сделать отрыв. Ну, это хорошо, в принципе. Для завтрашнего дня это хороший задел. Какие-то обгоны, проблемные ситуации на дороге? Нет, сегодня проблем не было с обгонами. В принципе, все сразу пропускали грузовиков. Мы никого не... Ну, только объехали Диму, сотнику, который менял колесо, и все. И в конце подъехали к Мартину Мацику. Ну, там каких-то проблем, чтобы он помешал, как-то не было. То есть, не успели мы упереться, так сказать, в его пыль. Просто увидели его на горизонте. Эдик, тебе вопрос. Ну, в этом году выполняешь менеджерские функции. Но видно по тебе, что мыслями ты с ребятами на трассе. Вот завтра последний день гонки. Какой бы ты им совет дал на завтра? Или они так сами все знают? Ну, уже все опытные ребята. Да, у нас как бы имеет за спиной колоссальный опыт. Сегодняшний спецучасток продемонстрировал надежность нашей техники, наших экипажей. По словам ребят, я тоже в прошлом году этот спецучасток ехал. И понимаю, насколько он был сегодня непростым. Ну, и завтра, конечно же, мы уже включили такой, скажем, режим доезда. Уже для нас нету каких-то глобальных соревнований. То есть, ребята именно выстроили тактику. Ну, совместно, вместе все, чтобы именно довести вот этот результат, который мы имеем. И завтра, главное, стабильно, аккуратно, спокойно доехать до долгожданного финиша. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 2 едем левее на 180 300 левее на 180 300 на 155 300 155 0 горы 300 правее на 170 100 правее 170 здесь 70 на 195 будет загибать 2 метра едем 210 210 210 500 на 215 215 240 110 150 210 100 50 100 41 330 60 100 140, 200, параллельная дорога, с мощностью на 200, 300, на 165, 40, 100, 300, на 165,